Русский рок Русский рок-н-рол Это, конечно, Цой, это, конечно, Башлачев, это, конечно, Науменко, ну, такие мощные фигуры. Летов, конечно, без сомнения. А из тех, кто живет, ну, естественно, Машина Времени, ДДТ, Алиса, Гарик, Бутусов, Ревякин, Чаев. Ну, вот это вот корневые, те скалодосные. То есть, БГ вы не назвали умышленными? Ну, БГ, да, конечно, БГ, да, естественно. Вот они являются теми. Мы, наша история, на самом деле, рок-н-ролльная, не шибко-то глубокая и не такая, как вот западные. У них гораздо более она и широкая, и глубокая. Вот. Но, тем не менее, уж такая, какая она есть. Вот. Мне кажется, что он заканчивается. Это уже другой вопрос. Да, да, я считаю, что он, конечно... Русский рок или рок-музыка в целом заканчивается? Ну, по крайней мере, русский рок заканчивается. Может быть, не рок-музыка в целом, хотя, может быть, и рок-музыка в целом, как явление, как жанр. Она, так сказать, прошла свой пик, и, мне кажется, уже и там, в том числе и там. Вот. И на ее смену приходят новые стили, новые направления. Они что-то черпают в роке, конечно, естественно. Но его актуальность, его, как бы там, то, что называется, золотая пора, да, мне кажется, прошла. Жалко, что она не особо развилась. На мой взгляд, не особо. У нас. У нас, у нас, конечно, у нас. Ну, то есть мы не можем, мы не можем с нашей стороны противопоставить что-то такое значимое по мощности, по, ну, в данном случае я говорю про музыку. Вот. По масштабу, по прорыву таким грандам западных, западной рок-н-ролльной истории, как там, Лэд Зеппелин, Блэк Саббат, Игги Поп, Битлз, Роллинг Стоунс. Но нет у нас таких фигур. И не родила наша рок-история, таких фигур не родила. По степени прорыва, по мощности этого прорыва. Ну, у нас, ну, было, как было, что я могу сказать.